Всем привет! Всем привет! Друзья, у нас сегодня будет видео про криминал. Видео неприятное. Мы, может быть, даже будем ругаться матом. Но, тем не менее, тема важная. Мы, как вы знаете, все время рассказываем вам какие-то истории из нашей жизни. Это не когда мы не пересказываем вам истории, что случилось с сыном маминой подруги. Мы предпочитаем рассказывать о том, что знаем самостоятельность, чем столкнулись, что прошли сами. Мы надеялись, что никогда нам придется не снимать этот выпуск, что этого видео не будет на нашем канале. Но, тем не менее, выпуск будет про криминал. Про криминал на побережье, на эквадорском побережье. И давайте начнем с того, что мы расскажем вам нашу историю. Вы, наверное, заметили, что мы пропустили недельные видео, которые у нас должны были выйти, потому что мы были слегка в смятении, в депрессии. История такая, что на нас напали и ограбили. Расскажи, пожалуйста, об этом при неприятнейшем инциденте. Произошло это не так далеко от нашего дома, на второй линии побережья. Мы живем на первой линии, мы вышли на вторую линию по своим делам. Подъезжает резко мотоцикл, два человека, выскакивают, пистолет направляют на Марину, на меня, на Рон. У нас с нами была собака, мы шли в ветеринарку. Доля секунды, у Марины уже выхватывают телефон из кармана, ее полностью обыскивают на предмет наличия потайных каких-то кошельков, там вот эти вот нательные, которые направляют на меня пистолет. Сзади подходит мужчина, раскрывает рюкзак, смотрит, что у меня в рюкзаке, достает оттуда чехлы из-под очков, очки у нас на глазах, пустые чехлы, у нас там были наличка была какая-то, все, что было в рюкзаке, он это все выметает к себе, куда-то в куртку прячет. Параллельно наша собака хочет напасть, она агрессирует на вот этих ребят, он начинает целиться на собаку прям в голову и показывает, что он сейчас ее пристрелит. Я стоп-стоп-стоп, пронодвигаю, между ним револьвером, это причем большой револьвер, то есть мы не проверяли, заряжен он или нет, но как показывают новостные сводки, 99 процентов он был бы заряжен. Все, у Марины забрали телефон, обыскали меня, забрали все мои вещи, увидели в кармане тоже мой телефон, его туда же взяли. В последний момент у меня цепочка висит, он вот так вот ее схватил, уже прям дергать, посмотрел такой, может быть он увидел, крестик есть. Может быть потому, что она серебряная, может быть потому, что сеньор Иисус его остановил, он думает, ну сеньор Иисус это святое, да, одно дело телефон, я у вас спизжу, а другое дело сеньор Иисус, это все-таки. Да, сеньор Иисус оставил меня на шее, доли секунды, они обратно сели на мопед, дали газу и больше мы их не видели. Да, собственно с этой историей действительно произошло это все моментально, надо сказать, что нас никто не выслеживал, это сто процентов, нас никто не пас, потому что это была действительно чистая случайность. Мы сами не знали, что мы в этот день куда-то пойдем, мы просто проснулись, проснулись, потянулись, вспомнили, что у нас у собаки там заканчиваются прививки, надо поехать в клинику сделать прививки и такие, ну там, когда мы выйдем, зачем мы выйдем, что и почему, мы сами не знали. Вот, ну так вышло, что мы оказались с наличными деньгами, потому что ветеринарная клиника не принимает карты, в которую мы ехали, в основном мы обычно ходим с картой, но вот тут нам нужны были просто наличные деньги, у нас забрали где-то 140 долларов наличными, плюс там какая-то мелочь была, забрали два телефона, забрали мой новый айфон, я купила себе на новый год здесь, в Солиносе, новый айфон. В общем, айфон у меня просуществовал полтора-два месяца, все, значит, нового айфона больше нет, телефона Максима нет, что еще из таких потерь? Чехлы от очков и карта у нас была, ну как бы карту там быстро заблокировать, ничего сложного, вот, но еще седулы, у нас были с собой седулы, потому что седулы вы здесь показываете также и в магазинах, при оплате картой, вас могут просто седулы на улице спросить, как бы кто-то носит копии, кто-то ламинирует эти седулы, цветную копию, как бы кто-то носит оригинальные, и в основном здесь все носят оригинальные свои седулы, но вот теперь еще придется восстанавливать и их. Собственно, что произошло после этой истории? Эта вся история случилась на, как уже Максим сказал, второй линии от побережья, практически около нашего дома, то есть вот наш дом, мы вышли, я не знаю, там прошли 100 метров, нас ограбили, это все происходило под камерой, причем под камерой, как это называется, агентства... Там какие-то курсы охранников, что-то вот с таким, то есть там прямо без курса, охранники, люди в форме, обучение там стрелять, корочки, местный ЧОП, короче, обучается. Да, местный ЧОП, причем там есть камеры на этом здании, мы тут же подбежали к этому... Там на ресепшн местный. Да, на местный ресепшн. Я не знаю, выводится у девушки, которая там сидела, вот эти вот все камеры на какой-то монитор, или может быть это вообще бутафория или что, мы начали к ним долбиться и говорить, ребята, вызывайте полицию, вызывайте полицию, нас только что ограбили. И я думаю, что 99% вы это слышали, потому что это было на вашем углу, под вашими камерами, там это были ор и крики, как бы, ну... Ну, на что сеньора сделала вид, что она не говорит ни на каком языке, но она такая, я ноабло-эспаньол, да, я вам никакую полицию вызывать не буду. Как к этому относиться, наверное, можно по-разному, потому что наверняка здесь, как и в России, никто не любит быть понятым, никто не любит быть свидетелем, да, но вот даже полицию нам не вызвали. Прибежали мы, собственно, к себе домой, ну, что тут бежать недалеко, соседи были дома, да, наши соседи были дома, мы попросили вызвать полицию их, ну и, собственно, вот что потом было. Приехала полиция, примерно через час где-то. Не торопились. Не торопились. Что случилось, объяснили, записали приметы, ну, приметы это среднестатистический эквадорец подходит небольшого роста, в какой-то яркой футболке, шлем на голове, черный мопед. Да. Они сказали, ну, хорошо, ну, давайте на связи. На связи, ништяк на связи, да. Да, и, собственно, мы распрощались, и вот у нас уже прошло сегодня ровно неделя, ну, естественно, нам никто не звонил, мы ничего не ждем. Ну, да. Даже мы просили, мы говорили, мы хотим написать заявление, мы хотим документ от вас, мы хотим, чтобы вы официально этим занимались, как бы нам никто не дал никаких бумаг, нам никто не дал никаких документов, по-моему, полиция сделала так тоже немножечко вид, что мы не очень вас понимаем, что вы хотите. Как бы полиция просто переписала какие-то наши данные, этот... И мои телефона. И мои телефона, да, они такие говорят, ну, вы можете там типа по телефону отследить свой там, ну, вот эта вот, знаете, функция найти айфон, но, естественно, когда айфон выключен и когда он не подключается к интернету, найти его невозможно, вот. Ну, эти же тоже не будут дураками, сразу телефоны все выключают, и я думаю, что как бы вряд ли им кто-то будет пользоваться, скорее всего, его отдадут за копейки на какие-то запчасти через там полдня. Взяли они наличку у нас, я думаю, на том же рынке, вот, где мы с вами снимали видео, рынок Ла Либертад, вот здесь подсказочка. Да, да, да. То есть, я думаю, там же и вот те же ребята уже его там продали, там, за 50-100 долларов и довольно уже забыли про нас. Да, поэтому вот такая вот наша история. Она была неприятная, это было так достаточно... Ну, я не знаю, ну, какие чувства испытывает человек, которого ограбили? Ну, это так унизительно, это такое насилие над тобой свершили. Мы не пострадали, с нами самими все хорошо, то есть, это все прошло так относительно... Быстро и безболезненно. Да, быстро и безболезненно. Действительно обыскали, то есть, как бы, вот они полностью, вот тебя трогают, что у тебя нет ничего в карманах. Я была в шортах и в футболке, я ничего не отдавала сама, у меня выхватили телефон из кармана. Они действительно проверили, что нет ничего под мышками, нет никаких сумок, но Максима немножечко похватали за руки, потому что он вот так вот отбивался, типа, пошли в жопу, вот мы с тобой раз на раз выскочим, собаню в обиду не дам, потому что они действительно хотели застрелить собаку. Это как удар ниже бойца, то есть, вот это вот расстроило, что, как бы, ну, ты грабишь меня, ну, грабь, я тебе отдам все, что хочешь, там, я не собираюсь отбиваться от тебя, но ты в какой-то момент начинаешь с меня переводишь пистолет и начинаешь целиться на собаку, а собака, естественно, преданно пытается защитить меня. И я, как бы, его начинаю дергать за шейник, собака не понимает, почему надо агрессора, нельзя загрызть, и вот это вот все, и, ну, такие, не нравятся мне эти эмоции. Да, эмоции, конечно, не нравятся. Вы сейчас послушали нашу историю, давайте теперь поговорим о том, что происходит в целом. Мы сейчас с вами поговорим о том, какие последние новости, тоже криминальная сводка побережья, и, соответственно, разберем основные моменты, потому что они тоже могут быть достаточно спорные, какие-то правила безопасности. Ну, и, собственно, потом подведем итог, какой вывод из всего этого можно сделать. Давайте начнем, соответственно, с видов преступности, которые существуют здесь на побережье. Да, в грязи, да. Да, я скажу так, что обычно все привыкли, как бы это ни для кого не секрет, новости от разборки секреата. То есть одна преступная группировка, в основном это наркотрафик, да, они борются между собой, это Гуакиль, это Гуакиль 99%, что-то может быть еще связано с мантой. Ну, это такой будний вторник, я бы это так сказала, да. То есть никто на это не обращает внимания, это просто преступные группировки, выясняют между собой отношения, бывают жертвы среди местного населения, если две группировки устраивают перестрелку, действительно кто-то из мирных жителей, будем условно это так называть, может пострадать. Ну, это, как правило, в Гуакиле все происходит. Да, это, как правило, все в Гуакиле, это порты. Отдельная, прямо такая большая группа, это бандиты и гопники. Ну, будем условно их называть так. Я думаю, ты расскажешь про классификации, собственно, какие тут есть основные. Ну, самое первое, про что мы с вами уже проговорили. Два человека на мотоцикле. Может быть, два мотоцикла, вот на днях мы там смотрели видео очередного ограбления в Салиносе. Три мопеда, на каждом по два человека. Они просто окружили небольшую толпу людей и обобрали всех. Как акулы, знаешь? Как акулы начинают окружать. Ну, это где-то ночью, либо ранним утром. То есть, это мопеды. Второе, это кафешки. Любые севичеви, кафешки, бары, клубы, рестораны. Вот все, что вот такие передорожные кафе. То есть, человек едет на мопеде, резко останавливается. Он даже не достает сразу пистолет. Он заходит в кафе. Все сидят, занимаются своими делами. Он достает пистолет. Направляет на всех. На всех. И все, как правило, кладут свой телефон. Он берет сумки. Все, что ему понравилось. У всех посетителей этого кафе собирает. И тут же сел на мопед и уехал дальше. И что у нас еще? Машины. А, ну и машины. То есть, все то же самое, как на мопеде, когда люди кружатся вокруг потенциальных жертв на дороге. Все то же самое. А также только резко останавливается автомобиль. Водитель сидит на месте. Выскакивает второй его пассажир. Хватает сумку. Сел и поехал дальше. Да. Ну, либо также угоняет, например, вашу машину. Кражи в домах. То есть, у нас есть ситуация. С нами, с нашими друзьями произошла эта ситуация. У них, они тоже арендуют частный дом. Из улицы, скажем так, можно через решетку просунуть руку и достать до бельевых веревок. И вот, казалось бы, и смех, и грех. Не погнушались даже вот просто сушащимся бельем на улице. Залезли к соседям. И, ну, так видят, что через забор можно еще что-то стянуть. Даже, вот, понимаете, какие-то бэушные полотенца кому-то оказались нужны. То есть, пруд, все, что есть. Если у вас на территории какие-то велосипеды, что-то ценное, ничего не оставляем, потому что спиздят все. Ну, убираем все с дома. Даже если это на территории дома за забором, перелезут через забор, все, что не так лежит, уедет. Да, причем здесь можно наблюдать, здесь же огромное количество всяких домов. Здесь вообще, в принципе, на побережье. То есть, все дома, окна строго в решетках. Это металлические двери. Это либо колючая проволока, либо битое стекло, либо, как это, под напряжением. Ну, да. Ну, поняли, да? Вот идут провода, они на сборе, они под напряжением. Провода под напряжением по периметру. Да, по периметру. Но, тем не менее, даже это иногда не спасает. Вот, все равно крадут. И еще сейчас появилась такая новая тема, что грабят, используя наркотики. То есть, какая схема? Ну, что мы последние читали. Ну, там точно непонятно, наркотики или какое-то отравляющее, психотропное что-то. Либо это, вот как показывают в каком-то фильме. В голливудских фильмах, да. Он там намочил какой-то платочек, поднес, человек вдохнул, и вот он там 30 секунд поплыл. То есть, он не должен упасть там сразу и биться в конвульсе. Он там поплыл, 30 секунд помутнения сознания, быстренько все взяли, человек пока вот так вот покачался, ушли. На днях читали буквально вчера примерно эта же схема, но я не знаю, как они это делают, и что там за дозировка с монетами какими-то. Да, вот монетки обычно. Железные монетки, человек чем-то их опрыскал, его прям уже фото, видео есть, он ходит по аптекам, он это любит провизором. Ну да, да. Ну, в аптеке приходит вот продавцов. Проходит, подает им вот эти деньги, не знаю, как он их там, щипцами подает или нет. То есть, человек берет эти деньги, они, видимо, как-то при контакте с кожей, это впитывается моментально. И тоже, то есть, помутнение сознания, что-то происходит, плохо тошнит, мутит, кружится голова, и спокойно можно в это время вытащить все из кассы. Да. Ну, собственно, это вот такие последние сводки из Солиноса. Давайте теперь поговорим, соответственно, а что с этим совсем делать, и какие-то, ну, общие правила безопасности, при этом, при всем. Это, опять же, наша позиция, основанная и на нашем опыте, и на том, что мы читаем, видим, смотрим. Самый первый пункт. Это мы не носим с собой ничего ценного. То есть, если, там, я не знаю, дорогой телефон, еще что-то, вот мы не знаем, как мы теперь будем снимать новые выпуски, потому что, ну, если честно, как бы можно пойти купить себе завтра новый айфон, но покупать его себе каждый месяц, это даже чаще, чем вообще Apple их выпускает, какие-то новинки. В конце концов, Apple не так часто их выпускает, чтобы, ну, хотя бы раз в год их менять. Вот. А купить айфон, чтобы он просто лежал дома, ну, неважно, любая видеокамера хорошая, ну, как бы тоже нет смысла. Ну, тоже какой смысл, да. В общем, ходим с тем, с телефоном, который не жалко, действительно не носим с собой какие-то крупные суммы денег, которые, как бы, вот, достал, отдал, все. Просто так, то есть, мы возвращаемся к нашему ограблению, мы шли в ветеринарку конкретно по делу, то есть, все остальные дни, это, вот, там, двадцатка, пятерка, там, куда-то, вот, на автобус, на такси, куда-то, если нужно доехать. Да, если супермаркет, это, соответственно, если супермаркет принимает карты, это карты. Следующий, наверное, самый основной пункт. Не сопротивляйтесь. Не надо. Оно того не стоит. Давайте расскажу, почему. Ну, допустим, вот на нашем примере. Потому что можно же сказать, что там вот, а вдруг заряжен, не заряжен. Ребята, это латинская Америка. Здесь купить огнестрел, как поссать сходить. То есть, здесь люди не знают, что такое пугачи, что такое пневматика, что такое травмат. Нет. Если это пистолет, это будет огнестрел. Как бы проверять это на себе. Ну, вот, айфон, и вы у себя одни родненькие, любименькие, вам оно не надо. Отдайте все, не сопротивляйтесь. То есть, самое, ну, вот, мы смотрим криминальные сводки, самая адекватная позиция, это когда просто вот ручки вас обыскивают, все забирают у вас, что они хотят, и вы спокойненько уходите. Если это какое-то кафе, знающие люди, да, они тут же сами, то есть, вот еще им требования, значит, не предъявили, они тут же все из карманов, вот так вот на стол положили, телефоны, деньги, еще что-то. Ручки вот на стол, на кресло. Да, у всех спокойненько все прошли, собрали, вы остались целы. Потому что, как бы, когда люди начинают сопротивляться, здесь никто не будет с вами церемониться. В лучшем случае вас побьют. Если вам повезет, вас просто вот ногами там удохают, да, это будет лучшее, что может с вами случиться. В остальном они не церемонятся, они сразу вас застрелят. И этих примеров миллионы. То есть, вот... Ну, каждые несколько дней, мы читаем новости, застрелили там семейную пару при попытке ограбления, муж сопротивлялся, застрелили, там, прострелили, просто в ногу стрельнули, пытался сопротивляться, или там забили до полусмерти, пытался сопротивляться тоже, ну, там грабили с ножом. Не пырнули, но сбили с ног, прям на видео показывают, и бьют, бьют, бьют. Человек, который бился, обыскали, уехали, ребята. Да, собственно, вот так вот. Есть еще популярное такое, ну, я не знаю, как бы, это и не миф, и не заблуждение, к этому можно относиться и как к правде, и нет. Есть популярное убеждение, что вас спасет зайти в кафе, в магазин, в аптеку, еще куда-то. Если вы видите какую-то угрозу, например, вы идете по улице, вы видите там мотоциклистов, которые, вам кажется, могут представлять для вас угрозу, вы заходите в кафе, в магазин, еще куда-то. В целом, да, может быть, это может от вас отвезти, но здесь очень популярны, также, как мы уже сказали, ограбления и кафе, и магазинов, и там всего, чего только можно, поэтому, может быть, вас это спасет, может быть, нет. Может быть, просто вместе с вами ограбят еще и какую-то аптеку, как бы, да, здесь не угадаете. А может быть, выписите еще больше, и он с психу еще и стрелит в догонку. Да, может быть так. Опять же, мы думали на этот счет, что, там, допустим, вот видишь ты, что потенциально сейчас тебя начнут грабить, просто достаешь айфон из кармана и выкидываешь его в кусты, да. Ну, здесь тоже такая, конечно, версия на грани безумия, потому что, ну, думаешь, ну, разозлится человек, аж мальнет тебя в живот, да. Зачем это проверять? Да, да, не очень хочется, вот. Лучше все отдать. Ну, и, опять же, если мы возвращаемся к тому, что, может быть, это какие-то наркоманы, может быть, это еще кто-то, то есть, ну, понятное дело, что у человека может быть неадекватно с психикой, соответственно, как бы залить психов не надо. Популярная тоже тема это свой таксист. Есть такая, да, то есть, как бы у нас там есть друзья, знакомые эквадорцы и русскоговорящие люди, такие, я там пользуюсь услугами только своего таксиста. Опять же, это и неплохо, и нехорошо, просто вы должны тоже понимать, что если ваш таксист, ну, ваш, мы говорим, то есть, ну, он же такой же эквадорец, вы ему так же, или в Венесуэле, вы ему так же никогда не будете кумом, сватом, братом. Вы для него просто человек, вот, хрен с горы. И то есть, и может быть, когда-нибудь... У него тоже настанут черные времена. Да, он настанут черные времена, и он просто будет ехать с вами, там, запишет голосовую своему другу, и скажет, я сегодня везу вот этих гринга, они вот явно с деньгами, они что-то все время там прячут куда-то, вот, давай на той перекрестке, подъезжаем обратно на мопеде, грабь нас всех, то есть, как бы вас, это тоже не факт, что защитит, потому что так же грабят на перекрестках, таксиста, сам самих таксист, вот это вот все. Да, поэтому, конечно, свой условный водитель, ну, как бы, может быть, имеет место быть, но тоже не сильно это полагаетесь, да, это не гарант безопасности, ну, точно так же, как не надо в первую попавшуюся машину садиться, точно так же, и не очень надо доверять своим условно людям. Еще очень популярное заблуждение, что грабят только в темных переулках, ночью, в каких-то неблагополучных районах и в опасных местах. Как показывает практика? Нет. Это неправда. То есть, грабят и там, и мы знаем, есть случаи и на первой линии, нас ограбили на вторую линии, много случаев и на третьей, и на десятой. То есть, местоположение тоже теперь не является гарантом какого-то неприкосновенности. То есть, тут как повезет, как сложится карта и сама наглость, собственно, преступников. Поедет ли он по десятой линии там кого-то гонять, либо прям вот на самый центральный молекон остановится, так вот будут стрелять в воздух и говорят, отдайте деньги. Ну, потому что, да, согласитесь, это достаточно предсказуемо. Если ты, ну, условно, там ночью в подворотне светишь айфоном и тебя гопнули, ну, как бы, ну, это нормально, как бы это ужасно не звучало, но это предсказуемо, это ожидаемо, это весьма логично. Нас ограбили среди белого дня в 4 часа, ой, в 2 часа дня, да, как бы сказать, в 14 часов, немножко запуталась, в 2 часа дня на первой линии хорошего, благополучного, дорогого района, где нет залетных пассажиров, то есть, конкретно сюда приехали люди и стали вот курсировать. Так, мы прервались немножечко, мы сидим на нашем заднем дворе и у нас закончилась эта вонялка от комаров, которая вот, дым тут, я не знаю, будет видно или нет, который мы жгем, потому что комары тут хуже всяких гопников, это просто ужас, в общем, закусали нас, мы прервались и я забыла, закончила я мысль, которую ты говорила или нет, но давайте еще раз подытожим, что, в общем, ни район, ни время суток вас ни от чего не спасут и ничего вам не гарантируют. Теперь давайте перейдем, наверное, к самому основному, это к выводам, которые можно сделать или не сделать из этой истории. Хочется начать с того, что мы, как разумные, умные и такие, ну, логичные люди, как бы всегда хочется сделать какую-то, ну, причинно-следственную связь, какой-то вывод. Что привело к этому. Да, как бы, что меня к этому привело, как я, значит, дожил до жизни такой. Вот, то есть, отследить какую-то цепочку событий, где я что-то сделал неправильно и, собственно, значит, как-то исправить это, чтобы больше с тобой такого, да, не происходило. Где я свернул на скользкую дорожку. Да, где я свернул на скользкую дорожку. Что хочется сказать? Наверное, сейчас могут написать тонну комментариев про то, что, ну, это Латинская Америка, вы сами знали, куда вы едете, и вот это вот все. Да, конечно. Латинская Америка не самая, вообще странно Латинской Америки, не самые безопасные. Но, тем не менее, мы выбирали Солинос как самый безопасный город на побережье. Он относительно крупный, он очень туристический. Он, ну, как бы, всегда был достаточно тихий, достаточно спокойный. То есть, ну, как бы, можно сказать, что можно жить в каких-то маленьких совсем городах, нам не очень подходит вариант маленького города. Нам надо, чтобы ветеринарка была для собаки, какие-то супермаркеты, какие-то продукты, чтобы можно было покупать, а не куда-то ехать, там, 30 минут на перекладных в местный сельский магазин. Да, мы с Алинас выбирали весьма осознанно, весьма вдумчиво. И, действительно, сейчас происходит, ну, какая-то очень странная история, потому что, например, мы все знаем, что вот соседние гуяки, там, два-три часа езды на машине, что там каждый день кого-то убивают. Но это происходит где-то там, не здесь с тобой, это совсем другой город, это туристы, это отдых. Но при этом сейчас как-то очень стало с грабежами, вот с этими вот жестко. Сейчас появляются каждый день новости, что это в Салиносе такая история начинает происходить, очень криминальная. появляются истории про ограбление, про убийство, про какие-то разборки, что человека застрелили, человека убили. Причем, знаете что, это можно было бы понять, если бы мы сказали, что у нас сейчас сезон, у нас действительно сезон, у нас самая такая сочная, хорошая погода, сюда съезжается много туристов, и это какие-то залетные гастролеры, которые работают только по туристам. Но нет, грабят и местных, грабят, ну как бы эквадорцев, у которых есть деньги, то есть нападают на дома, нападают на людей. Это не только потому, что ты турист, как бы все... И гринга, да? Да, и гринга. Все эквадорцы в основном, так, они очень плохо относятся, значит, они говорят, что это все венесуэльцы, это все мигранты, они приехали, они бедные, они нищие, они грабят нас, они грабят наших туристов, то есть вот такая вот криминальная обстановка из-за них. Но это мнение эквадорцев, какой-то вывод сделать, наверное, самостоятельно я не возьмусь, вот, но тем не менее. Собственно, что мы еще думаем по этому поводу? Как бы, вот соседи наши, экспаты, которые живут здесь. Они уже 7 лет живет, как бы, это пара из Канады, они уже достаточно в возрасте, тоже они... Канадские пенсионеры, да. В шоке от происходящего, как бы, да, мы живем, мы продолжаем жить, но нам это тоже крайне сейчас не нравится, не было такого, и не так, чтобы никогда не было такого, вот опять, действительно, этого не было, не было такого наплыва, вот, криминального, грабежей, разбоев, и вот этого вот всего. Оно всегда было, ну, так, вот где-то там, дело текущее, как в каждом курортном городе. Да, как бы, а тут вот прям, как бы, и всех это напрягает, в том числе, и самих эквадорцев, потому что грабеж, разбой, нападение, убийство, и как бы, вот, это становится типичными буднями курортного города Салинос. Да, собственно, мы тоже попереписывались с европейско-американским сообществом экспатов в Салиносе, они, да, действительно подтверждают, что, ну, как бы, что-то странное начинает происходить, какой-то, какой-то грядет пиздец, скажем так, все так немножечко сидят на измене, всем это не очень нравится, не самые благополучные новостные сводки сейчас начинают появляться, в том плане, что, допустим, если мы попробуем оставить ссылочку на те новости, чтобы вы могли тоже, ну, как бы, и быть в курсе событий, и, собственно, могли сделать свои собственные выводы, что вы думаете по поводу всей этой истории, ссылки будут в описании, это новости Эквадора, и криминальные в том числе, вот, допустим, в последних новостях, в одних из последних новостей, я читала, что готовится, возможно, это все пока на уровне обсуждений, какой-то законопроект о том, о том, чтобы выпустить людей, которые совершили мелкие уголовные правонарушения, если они отбыли свой срок, там, для кого-то 40, для кого-то 60% от общего срока, который им дали, что хотят выпустить чуть ли, здесь я могу немножечко поднаврать, я оставлю тоже ссылки на эти новости, может быть, я не очень как-то корректно перевела, потому что мой испанский, еще далек от идеала, что планируют чуть ли не за 90 дней выпустить около 5000 заключенных, потому что сейчас эквадорские тюрьмы переполнены, да, где-то процентов на 15, чтобы вы понимали, что такое мелкие уголовные правонарушения, то есть, вот, допустим, в России тоже есть такой порог, где у вас там, например, какая-то кража до определенной суммы, это административное, административное наказание, свыше какой-то суммы, в массовой, я не помню, это 2500, 2400, там, или полторы тысячи, ну вот что-то в этом районе, здесь аналогично, уголовное наказание, уголовное преследование начинается от 500 долларов, причем мы это тоже говорили полиции, когда мы ее вызвали, я говорю, ребята, у меня новый айфон, у нас второй телефон, у нас наличные, у нас там еще что-то, это больше 1000 долларов, то есть, обратите на это внимание, ну, как бы так, на это все сквозь пальцы посмотрели, да, ну, и вот, как-то такие тревожные, новости к нам приходят, да, с полей, вот такие вот сводки, собственно, что мы решили с этим делать? Ну, решение еще до конца не принято, как бы, мы находимся в активной фазе мозгового штурма, что с этим делать, есть шанс, как бы, мы думаем о том, что, возможно, мы переедем в какой-то другой город, это уже будет не побережье, что мы вернемся в горную часть, да, в горную часть, то есть, мы еще смотрим, то есть, это будет, скорее всего, не Банюс, мы уже там были, жили, зачем туда повторяться, то есть, какой-то город, скорее всего, мы выберем, и поедем жить туда, то есть, соответственно, вопрос просто, доживем ли мы срок контракта здесь, который у нас подписан, у нас там внесены деньги в качестве залога, либо же, вот это вот, скажем так, нарушение базовой потребности в безопасности, как бы возьмет свое, и мы такие, не-не-не, оно ничего того не стоит, бог с этим залогом, берем вещи, с этими деньгами, я-то вот у себя любименький, родненький, я один, берем вещи, и поехали куда-нибудь, 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 да, в общем, пока, да, действительно, мы не приняли окончательного решения, расторгаем мы этот контракт, плюем на деньги, и уезжаем, или пока от контракта тут доживаем, ну, не хочется превратиться в параноика, в параноика, да, как бы, с одной стороны, знаете как, не хочется превратиться в параноика, потому что ты понимаешь, что после, ну, такой достаточно неприятной ситуации, у тебя может быть такое искаженное восприятие, тебе все везде нерещится, все на мопедах, убийцы и грабители, да, что все на мопедах, убийцы и грабители, но чтобы вы понимали, невозможно здесь придерживаться каких-то правил, там, например, что вот два человека, два мужчины сидят на мотоцикле, они обязательно грабители, вот вы пройдете 15 минут, мимо вас 20 таких людей проедет, вот кто из них окажется грабителем, никогда вы не узнаете. А кто остановится возле вас? А кто остановится возле вас, да, вам совершенно непонятно. Не хочется параноить, но и при этом не хочется быть тем человеком, как бы, можно, конечно, говорить, что молния два раза там в одно дерево не бьет, проверять это не хочется, я не сторонник этой теории, и при этом не хочется, знаете, быть тем человеком, который, потом, вот у которого ты думаешь, ну вот с тобой что-то произошло, думаешь, сука, почему я не обратил на это внимание, у меня набат над духом вот так вот уже бил, просто вот, уезжай, 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 да, вот все как бы к этому шло, то есть у тебя ограбили друзей, там ограбили женщину на пляже, вот здесь же на твоем, мы стали эпизодически видеть у нас, в нашем районе, у нас просто спальные вот эти вот коттеджи все стоят, коттеджи, виллы, и здесь стали появляться залетные люди, то есть ты видишь, идешь в магазин, тебе навстречу идет какой-то там обосранный, обосранный, значит, наркоман, ну ты его сразу как бы по внешнему виду выкупаешь, ну вот, то есть он от тебя ничего не хочет, у тебя от него, ну как бы ничего не надо, но тем не менее, ты видишь, этот контингент стал появляться, его не было раньше, мы здесь живем с ноября, его раньше не было, мы его видели только на рынке, мы их видели, да, вот только на рынке, вот Ла Либертад, который мы вам показывали, вот ссылочка, которая тоже будет, вот там обычно все вот эти вот приспешники из Ада тусуются, ну как бы, тебе было бы логично, если бы вот у тебя отняли айфон там, но когда это начинает происходить в твоем благополучном районе, ты уже такой, наверное, надо все-таки обратить на это внимание, тем более, когда тебе тоже говорят люди, которые здесь старожилы, что что-то неладное происходит, вот, действительно, как-то все так с напрягом к этому относятся, то есть, не хочется быть человеком, который будет потом все эти, твою мать, вот, вот прям, вот, ты не замечал никакой тенденции, что надо отсюда уезжать, ну, как бы, да, ну, знаете, вот такой вот дебильный пример, но он, наверное, самый показательный, если вот жену, там, допустим, бьет муж, бьет прям систематически, бьет хорошо, там, я не знаю, и она такая, ну, он исправится, только он ни хрена для этого не делает, как бы, вот, все хуже, 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 как бы, человека убили потом, ну, думаешь, ну, как бы, ну, вот у тебя набат над ухом заменил, тебе ничего не показало, да, тебя ничего не смущало, как бы, и вы с этим ничего не делали, вот, не хочется стать, вот такой вот, жертвой, и пропустить эти колокола, как-то их проигнорировать, как-то их не заметить, вот, ну, пока мы, собственно, в процессе принятия решения, вы пишите обязательно, что вы думаете на этот счет, мы еще успеем, да, закинуть несколько видео, которые мы еще успели, снять, да, что делать дальше, мы будем уже думать, вот у нас болталки такие разговорного типа, есть еще несколько, они будут выходить, да, в любом случае, но вот именно, какая-то жизнь, ну, говори, да, ну, просто хотелось очень так много вам еще показать, у нас было столько идей, но теперь нам, во-первых, не на что снимать, потому что мы снимали это все на айфон, какую-то уличную жизнь, хотелось вам много всего рассказать, но не знаю, пока я не готова опять идти с телефона, на улицу, что-то там открыто снимать, и вот это вот все, мы выпустим, да, мы не закрываем канал, мы выпустим обязательно то, что мы успели снять, эти видео будут выходить, вот, ну, а дальше будем думать, будем посмотреть, будем посмотреть, да, пишите, пишите, что вы думаете, на весь этот счет, какие можно выводы сделать из этой истории, ну, и обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, берегите себя и своих близких, берегите себя и своих близких, да, и до новых встреч, пока, пока, Субтитры сделал DimaTorzok